Романтическая пенка прибилась к бортикам печальными хлопьями. В затылке отдавала тупой болью, ныла левая нога выше колена. Приподнявшись, разглядела глубокую рану, словно кто-то не просто сделал надрез, а еще и поковырялся в нем. Кровь, странное дело, не шла, будто бедро уже начало поджевать и водой его всего лишь размягчило. Откуда это? Что с ногой со мной? Что? Не помню. Не помню и, кажется, не хочу вспоминать. В голове звон, ни одной связной мысли, лишь что-то неуловимо хаотичное и сейчас ненужное. Пошатываясь, вылезла из ванны на коврик, кожа на ладонях и ступнях сморщилась, от долгого пребывания в воде все тело чесалось от хлорки. Не вытираясь, накинула халат и полотенцем перетянула ногу. Это сейчас кровотечения нет, а если подвигаюсь, вдруг хлынет. Машинально спустила кровавую купель. Воронка, быстро закручиваясь, втягивала в канализацию воду, мыльную пену и мою кровь. Ого, сюрприз! На дне ванны лежал нож. Судя по костяной ручке и изогнутому лезвию, он не предназначался для кухонных экспериментов. Находка подстегнула мысли, разгоняя туман апатии. Похоже, рану нанес не кто-то, а я сама. Неужели резала вены? Хм, на ноге? И свести счеты с жизнью я собиралась оригинально, охотничьим ножом? И перерезала не артерию, а тупо поковырялась в мясе? Что-то искала? Жуть! Не знаю почему, но мне захотелось поскорее смыть все следы неудавшегося самоубийства. Ледяной водой ополоснула ванную нож, после чего засунула оружие в нишу под умывальником. И тут я увидела ее. На полу лежала конусообразная штука серебристого цвета. Если верить фильмам-боевикам, это пуля. Если верить здравому смыслу, что скромный библиотекарь и пуля — понятие из разных, не соприкасающихся реальностей, то это неопознанная деталь от какого-то странного предмета. Ладно, разберусь потом, а пока пусть полежит на полочке с банными принадлежностями. Если память совсем не ушла в загул, то аптечка должна быть на кухне, на полке, с чаем и специями. Так и есть. Вата, перекись, бинт — все, что мне нужно. Кровь уже запеклась и не сочилась, да и порез оказался не такой глубокий, как мне поначалу привиделось. Правильно говорил дед, у страха глаза велики. И все же я обработала рану, притом почти ее не морщась. В кино такие повреждения доводят героев до обмороков. Адских мук не испытала, перевязала быстро. Как бы узнать, нужно ли такие раны зашивать, или само зарастет. Я ненавидела ходить в больницу. В очередях с бабулями можно заработать ипохондрию. Столько разных болячек обсуждают, настоящих и выдуманных, что плохо становится. За окном глубокая ночь. Задергивая шторы, обратила внимание, что мой кактус чуточку подрос. Вот что значит нырнуть с головой в работу. Время летит, ничего не замечаешь. Чайник, поставленный на огонь, напомнила о себе пронзительным свистом. Заварив зеленый с жасмином, смело стивилась над своим организмом и выпила вожделенную таблетку обезболивающего. Завтра буду расплачиваться за это россыпью красных прыщей на лице. У меня аллергия практически на любое лекарство. Высыпав на тарелку печенье, поняла, что если не посмотрю какую-нибудь комедию, не выдержу и позвоню Тимуру поплакаться о попытке суицида. И мой верный друг примчится с лекарством от печалей, пивом, вяленой рыбкой и солеными орешками. И тогда к прыщам добавятся мешки под глазами, ядреный перегар. Как раз именно то, в чем нуждается девушка с амнезией. Почему я ничего не помню? Что со мной произошло? Нет ответа. Начинаю думать об этом, и виски словно сдавливает холодным обручем. С чаем, тарелкой печенья в руках и бутербродом в зубах я перешла в комнату. От увиденной картины хлеб выпал изо рта маслом на пол, чай пролился на ковер. На диване, на моем любимом диване, перед беззвучно работающим телевизором лежал труп. Боже мой, я попала! Первую реакцию страха и оторопь сменила сомнение. С чего я взяла, что это труп? Может, потому что он не вскочил на ноги, когда я заорала истошным голосом? А еще он был неестественно бледен. С умиротворенным лицом. Именно так и выглядят мертвецы. Я-то знаю точно, так как недавно похоронила деда, а вслед за ним и бабушку. И все же надежда, что я поспешила с выводами, осталась. Дрожащими руками поставила посуду на журнальный столик и склонилась над телом. Господи, пожалуйста, умоляю, пусть он будет жив. Пусть он спит, просто очень-очень крепко. Ну-ну, не с моим-то счастьем. Я с силой потыкала пальцем в живот незнакомца. Никакой реакции. А был бы живой, точно проснулся бы. Стройное худощавое тело принадлежало мужчине не старше тридцати лет. В разительное красивое лицо с тонкими чертами обрамляли золотисто-пшеничные волосы, находящиеся в состоянии легкой растрепанности. Несомненно, стараниями парикмахера. На незнакомца была дорогая одежда. Серый костюм, бледно-розовая рубашка, фиолетовый галстук в серую полоску. Из нагрудного карманчика пиджака даже торчал платок, кажется, шелковый. Мертвец посмел лежать на моем диване редкого кофейного цвета, не сняв обувь. К ужасу примешивалось раздражение. Ненавижу, когда по моему дому ходят обутыми. И мне плевать, что его кожаные туфли наверняка стоят дороже моей мебели. Плевать, что он мертв. Я хотела поскорее сбросить наглеца сороритетные вещи, доставшиеся мне от родителей. За такую наглость можно и убить. Стоп! А не я ли его убила? Морозом сыпануло по коже, кажется, все волоски на спине и руках встали дыбом. Память гадина молчала, предательница совесть затаилась, не подавая ни звука. Первый вопрос — кто этот гражданин и как он здесь оказался? Второй — как и кто его убил? И третий, самый важный для меня — что делать с трупом? Наверное, я прирожденная преступница. Воображение уже рисовала картины, как я вызываю Тимура, и, закатав покойника в ковер, мы вывозим его в багажнике автомобиля в ближайшие посадки. Или лучше вообще за город? Ой, а если друг в командировке? Что тогда делать с трупом? Мамочки, о чем я только думаю? Сейчас чуть успокоюсь и пойду звонить туда, куда полагается. На грудные карманы оттопыривался больше положенного. Возможно, там, под щегольским платком, есть какие-нибудь документы? Недолго думая, я сбросила шлепанцы и приблизилась к телу. Нечаянно коснулась руки, еще не закоченела, ага. Водительские права на имя Балконского Андрея Николаевича. Ого, как у моего любимого героя Толстого! Жаль, что он умер. В смысле, и этот Балконский, возле которого сижу, а не писатель. Впрочем, автора войны и мира тоже жалко. А жальче всех, конечно, себя. Слезы хлынули сплошным неудержимым потоком. Обхватив голову руками, я уселась рядом с бездыханным незнакомцем. За что жизнь? Из памяти вырван кусок воспоминаний. Мертвец на любимом диване. Как же я попала? Герда, что случилось? Почему ты плачешь? Я заорала, когда прохладные пальцы коснулись моих ладоней. А-а-а! Взвизгнув, отскочила назад и грохнулась на пол. Герда, что с тобой, маленькая? Испуг в голосе трупа, а главное то, что он назвал меня маленькой, немного привело в чувство. И когда он попытался помочь мне подняться, резво отскочила за кресло. Герда, что случилось? Мужчина медленно спрятал руки за спину, словно показывая, что не собирается больше ко мне прикасаться. Ты жив? Спросила неуверенно. Раз он мне тыкал и называл по имени фамильярничать, позволенное мне. Разумеется, кивнул мужчина, удивленно наблюдая за каждым моим движением. Что со мной станется? А почему тогда не реагировал, когда я тебя пыталась растолкать? Думал, это новая игра такая. Спящий красавец и девушка в коротком халатике, под которым нет нижнего белья. Проследив за его заинтересованным взглядом, покраснела и туже затянула пояс. Незнакомец, хоть убей, но не поворачивался у меня язык назвать его Андреем Балконским, сделанным разочарованием вздохнул. Чтобы вернуть ситуацию в нужное русло, я перешла в наступление. — Что ты здесь делаешь? Кто ты такой? И почему лежишь на моем диване в обуви? Серые глаза блондина прищурились. — Герда, мы продолжаем играть. — Нет, что происходит? — Маленькая, ты головой ударилась? — хмыкнул он весело. — А я возьми и признайся. — Угу.